Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире Радио Спутник в Крыму. Каждый год 2 мая крымчане собираются на Ангарском перевале возле памятника «Партизанская шапка», чтобы почтить память партизаноподпольщиков, которые ценой своих жизней каждый день приближали Великую Победу. Памятник расположен на 26-м километре трассы Симферополя-Алушта, на месте, через которое в годы войны проходила тропа из района дислокации Южного соединения «Партизан» к бригаде Северного соединения. Она базировалась в Зуйских лесах, где находился партизанский аэродром. Эта тропа стала дорогой жизни для крымских партизан. По ней уносили на аэродром тяжелораненых, оттуда доставляли в отряды боеприпасы, медикаменты и продовольствие. Традиция собираться возле памятника родилась в 50-х годах по инициативе бывших подпольщиков и партизан, а также их родных. В этом году, по всем известным нам причинам, не будет товарищеских встреч, громких речей и фронтовых стаграмов. Но это не значит, что мы забыли. В этот день о бессмертном подвиге крымских партизан будем говорить с доктором исторических наук, профессором кафедры истории России, исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Олегом Романько. Олег Валентинович на связи со студией. Приветствую вас. Здравствуйте, да. Здравствуйте. В годы Великой Отечественной войны, как известно, на оккупированной фашистами территории Крыма действовало 27 партизанских отрядов, 106 подпольных патриотических групп. По какому принципу они формировались? Кто в них в основном входил? Ну, в разное время по-разному. Вы общие цифры назвали. Это за период 41 по 44. Там в разные периоды меньше отрядов было, а к концу 42 года там фактически партизан-то не осталось, 200 человек всего. Да, но в целом это так, да. И когда планировалось партизанское движение на территории Крыма, да, именно вот планировалось, что оно будет многочисленным, там, до 3000, даже до 4000 человек вначале. Ну, потом, как показало время, события, да, такое большое количество в лесах Крыма, в принципе, невозможно не то, что там содержать, а даже просто размещать. Поэтому партизанское движение приобретало более компактный характер со временем и развернулось только уже накануне освобождения Крыма Красной Армии, да, вот на переломе 43-44 года, да. И то даже они не достигли в 44-м году тех цифр, которые были в 41-м году. Да, но по поводу вашего вопроса. В принципе, в Крыму, так же, как и на других территориях Советского Союза, которые подверглись немецкой оккупации, было несколько источников формирования партизанских отрядов. Там, где это происходило до прихода немцев, да, как правило, в партизаны шли люди, противно-комсомольского актива, ну, из органов правопорядка, там, лица, НКВД, например, и так далее. Там, где происходило формирование партизанских отрядов уже по ходу, да, вот, собственно, вступила Красная Армия, еще немцы не пришли, да, и там могли бы разные люди в отряды попадать. Если, например, какие-то вступающие части Красной Армии проходили через эти места и не могли вырваться, да, из окружения, то часто из них происходило формирование партизанских отрядов. В Крыму, кстати, это все так и было первоначально. Ну, и, разумеется, да, вот я не договорил, да, третий, как бы, источник – это обычное население. Там в начале войны его меньше было, к концу войны гораздо больше. Был ли какой-то отсеивающий момент вот при наборе этих отрядов? Ну, смотрите, да, вот на примере, если Крыма говорить, вот, в принципе, Крым имел вот все эти три источника пополнения, ведь партизанское движение в Крыму, как бы, стало, в принципе, формироваться задолго до прихода немцев. Здесь первоначально были созданы, так называемые, истребительные отряды, которые должны были бороться, там, с диверсантами, с воздушными десантами врага, да, а потом их, как бы, плавно переформировали в партизанское движение. Это было в начале, да, вот я вам говорил, когда вы говорите, там, 27 отрядов, это, вот, в принципе, они должны были составить 27 отрядов, и в них вот шел отбор по принципу районов, да, вот, ну, чем, ну, вот, каждый район должен был отряд сформировать, там, Крымский район, Сирополь, как город большой, довольно-таки, по-моему, три партизанских отряда, еще были, там, в Керчи три партизанских. Это такая задача была из центра, я так понимаю, да? Совершенно верно, да, но это теория все была. Вы правильно говорите, что со временем начался отсев, ну, много очень людей неподготовленных оказалось в партизанском движении, во-первых, да, ну, они соглашались, да, видно, кто, кто-то может, ну, в основном, конечно, от души люди соглашались, кто-то по партийному признаку партийной, комсомольской дисциплины, да, но когда они ушли в лес, да, оказалось, что жизнь там, ну, не такая, да, как представлялось, мягко говоря, и не на всех хватает припасов, вооружений, там, и так далее, да, и поэтому вот это сыграло свою роль. Потом, конечно же, ну, много случайных, да, людей оказалось, которые трусили потом, да, можно и так сказать. Которые трусили и предавали, можно так сказать, тоже? Ну, нет, 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 я бы не сказал. Представителей, как раз в этом смысле, было гораздо меньше. Просто, ну, люди, которые поняли, что они не могут быть партизанами, просто ушли из партизанского движения. Ну, их за это не преследовали? Просто они как приходили, так и уходили, в принципе? Ну, нет, нет, если как бы там амнистию, ну, что вроде амнистии проводили, то, может, они преследовали, если партизаны как бы были рядовые просто. Ну, это надо там разбираться, скажем, в случае отдельном. Да, вот такие были моменты, да. А потом, чем дальше это все происходило, чем дольше длилась оккупация, да, тоже для многих это было проблемой большой. Ведь советское руководство не считало, что немцы так надолго в Крыму задержатся. Думали там от силы, ну, три месяца до Нового года, там, да, вот. И поэтому и запасов столько, в принципе, сделали. А запасы кончились быстро, потом эти базы очень многие разграбили, да, вот известная тоже история. Причем многие разграбили из тех, кто должны были, в принципе, за эти базы отвечать. Отсюда вот этот весь отсев, да, входили не стойки, да, оставались только, наоборот, самые стойки. Потом еще была такая проблема, да, вот, опять-таки, возвращаясь к этой цифре, которую вы вначале озвучили, то она в теории только осталась. Потому что многие партизанские отряды, они, в принципе, не смогли выйти в места своего дислоцирования. Ну, представьте, отряд какой-нибудь там из Женкойского, условно, района или из Евпатории, да, вот им надо было попасть в леса и горы. А немцы довольно-таки стремительно наступали, и, в принципе, перекопские укрепления были прорваны. Это несколько дней всего лишь прошло до захвата Симферополя. Потом история интересна, например, севастопольских партизан. Севастопольский, как бы, ну, вот район, вот тогда Севастополя и пригородов должны были там, по-моему, тоже несколько отрядов сформировать. Севастопольские, Балаклавские, там еще какое-то. Да, так они оказались вообще прямо в порядках наступающих немецких войск. Немцы же, когда осадились в Севастополь, а партизаны оказались прямо практически в порядках немецких войск. Там невозможно заниматься партизанскими действиями, когда ты прямо в непосредственном, да, соприкосновении с армией находишься. Поэтому эти отряды либо, или другие отряды, либо ушли в Севастополь, либо полнили любые его защитников. Я это к чему говорю, что председательское движение Крыма, конечно, создавалось в трудных условиях, на его долю выпали очень трудные испытания, но, тем не менее, партизаны как бы достойно, с честью прошли все эти испытания и не дали себя уничтожить, да, и в конце концов оказали очень серьезную помощь наступающим войскам Красной Армии. Олег Валентинович, хотел еще вернуться к этой цифре. Вы говорите, что это в теории 27 партизанских отрядов. Почему тогда эти данные остались? Почему не... Ну, нет, они, смотрите, в теории, я имею в виду, это те, что планировалось создать на 41-й год. Потом, просто, знаете, у нас нет времени рассматривать всю историю преобразования партизанского движения. Там было три этапа, да, насколько я понимаю? Да, три этапа нет. Три этапа это официально, да, а там, когда партизанство ловилось меньше, там из них вместо отрядов там сектора сделали, потом из сектора развернули в какую-то группу там отдельную, потом из этой группы опять стали выделять отряды, эти отряды сводить в бригады. И вот когда уже накануне наступления Красной Армии на Крым в этом году, вот мы знаем, там, да, три соединения было партизанских, южное, северное и восточное. Это уже как бы финал, да. Вот соединения состояли из бригад, а бригады из отрядов, да. И вот когда вот это все вместе считают, да, получаются вот эти цифры. И когда говорят, что вот крымских партизан было там до 12 тысяч в целом, да, а подпорщиков там не с половиной тысячи. Это за весь период. Это не какой-то отдельный момент, как вы понимаете. Там по отдельным моментам, если брать, там, можно сказать, что это вот, знаете, такая была вот, показывают, да, букву В, да, латинскую. Сначала большие цифры, потом падали, падали там до 206 человек. Численность партизан упала, а потом начался опять рост. Вот такая, да, знаете, В-образная такая последовательность. Да, пожалуйста, я слушаю вас. Да, а какие задачи тогда стояли перед партизанскими отрядами? Я так понимаю, они должны были появиться в каждом районе Крыма, да, в каждом регионе? Нет, нет. Вот, еще раз, это партизан, когда мы говорим там, что по принципу районирования формировали, это просто, так сказать, актив оттуда, из этих районов. А партизаны должны были действовать в горах и лесах Крыма. Ну, представляете, да, где вот это от Тевастополя до Феодосии, да, вот, вот это горы, да, Яйла, вот это, да, леса, там, прелестная зона и так далее. Вот эти все там отряды должны были сконцентрироваться. И пять районов вот этих, да, партизанских в самом начале. Задачи им ставили прежде всего такие. Ну, в основном партизаны, в принципе, стандартные задачи выполняют. Это уничтожать коммуникации врага, да, наносить ему беспокоящие удары, потом заниматься разведкой, добывать сведения. Вот сведения партизаны обычно добывают через подпольное движение, да. Вот когда мы говорим, что помимо партизанского движения было еще подпольное движение в Крыму, которое действовало в городах, населенных пунктах, так вот, оно должно было быть связано с партизанским движением. Вот через них, как бы, партизаны добывали сведения разведательного характера, да, и потом, как бы, передавали, если была возможность, да, уже на большую землю. Далее, ну, это нанесение ударов по инфраструктуре врага, да, по его администрации, вот всем известно, что партизаны очень активно преследовали, да, тех вот, кого коллаборантами называют, предателями, прежде всего, да. Ну, и есть еще такая, как бы, особенность партизанского движения, вообще, да, и в СССР, в частности, что оно не давало забывать местному населению, что есть советская власть где-то, да. То есть, как бы, в данном случае, партизаны представляли советскую власть, и те, кто сотрудничал, там, с немцами, помогал немцами как-то, они должны были этого, как бы, бояться, да, и понимать, что, вот, в любом случае, если не советская власть до них дотянется, да, то партизаны точно дотянутся. И вот иногда даже, там, вот, в западных особенно исследованиях партизаны называют длинной рукой советской власти. А как в этой связи тогда местное население относилось к партизанскому движению, к партизанам? Ну, по-разному, в разное время по-разному, да, вот. Где-то население, ну, мягко говоря, там, из-за национального фактора, в том числе, да, оно негативно к партизанскому движению относилось. Ведь партизаны же, понимаете, вот я так, как бы, немного так отойду от этой темы. Партизаны не могут жить, да, без связи с местным населением. Местное население для них это и глаза в другой мир, так сказать, и уши, да, и источник пополнения припасов, людских ресурсов и так далее. Если, как бы, партизаны теряют связь с населением, они в обычную банду вырождаются, да, грабят там иногда. Такое тоже было. Не обязательно в Крыму, я вообще в целом говорю. Да, так вот, поэтому это надо смотреть в какие периоды. Ведь дело в том, что после того, как началась немецкая оккупация, немцы предлагали все усилия, чтобы ликвидировать врагов режима, да, это партизаны-подпорщиков, и не дать возможность, да, им пополняться из, вот, так сказать, резервуара потенциально опасных людей, да, которые тоже не любили немцев, но еще не решились выступить против них с оружием в руках. Ну, и немцы для этого очень много сделали через свои спецслужбы, через пропаганду очень мощную против партизан и их симпатиков, ну, через социальную политику, да, потому что удачи немцев, да, были делать так, чтобы ты у них был спокойный. Для этого они, сначала, вернее, так не было, а вот где-то в 42-43 год они пытались, как бы, население на свою сторону привлечь. Чем хуже немцам на фронте становилось, да, тем лояльнее они к населению относились. Да, а партизан была, как бы, вы понимаете, обратная задача, да, и вот борьба, как бы, за это население между партизанами и немцами шла на протяжении всей оккупации, и поэтому надо сказать, что в разное время разные слои группы населения, социальные, национальные, по разному к партизанам относились. Разумеется, после 43-го года, особенно после лета, произошел перелом в настроениях населения. Практически большая часть крымчан, это голословное утверждение, так оно и было, скорее всего, на 90%, стали ждать прихода советской власти, ненавидеть коллаборантов, тех, кто сотрудничал с немцами, ну и ждать, когда немцев либо выгонят, либо они сами уйдут. Поэтому вот если говорить так, то вот можно сказать, вот есть такая определенная последовательность в зависимости от успехов немцев на фронте, да, и неудач Красной Армии, и наоборот. Ну и в Крыму где-то примерно так было. Ну вы как раз назвали период 43-й год, начало 44-го года, ведь на этот период приходится и большинство потерь среди крымских партизан и подпольщиков, так это? Нет, нет, не обязательно, это наоборот, я бы сказал, 41-й, первая половина 43-й, осень 41-й, первая половина 43-й. Потери были, нет, ну потери были всегда, как вы понимаете, но основные потери были этого первой половины оккупации. Это с чем было связано? Да, это было связано опять-таки вот с мощной, ну немецкой, да, немецким прессингом, чтобы уничтожить крымских партизан, немцы дважды, особенно вот это был декабрь 41-го и июль 42-го, после падения Севастополя, немцы дважды устраивали, это так называемые большие прочесы были, с целью в принципе уничтожить партизанское движение. Ну им это не удалось, но партизаны все равно понесли очень большие потери. То, что они сделали немцы силой оружия, то в принципе сделал голод и, так сказать, отсутствие связи с местным населением. Потому что цель тоже еще вот наезд вот этих всех мероприятий немецких была отрезать партизанов населения, то есть вот изолировать их в горах, чтобы они там себе сидели и вымирали от голода и так далее, да, и это была действительно очень, как вам сказать, опасная, да, вещь, потому что это даже понимало советское руководство, руководство партизан, и для этого попытки были эвакуировать, особенно там больных, раненых, партизан, истощенных, да, даже для этого приходилось специально подводные лодки, тральщики к побережью Крыма присылать, партизаны выходили, там шли на побережье, теряли людей, то есть это очень такая тяжелая эпопея. Потом, чтобы уменьшить количество, так сказать, едоков, да, в лесу, была попытка в 1942 году отправить партизан на оседание в города, чтобы они подпольное движение формировали, но это тоже попытка, так сказать, не очень к успеху большому привела, потому что, в принципе, немцы сторожили все эти дороги, которые из леса шли, и очень многих этих потенциальных подпольщиков как бы перехватывали, да, ну там предательство было тоже определенное, да, поэтому, конечно же, если мы говорим вот о самом тяжелом периоде крымского партизанского движения, то это поздняя осень 1942-го, начало 1943-го. А было ли это еще связано с тем, что не было достаточно времени на подготовку у партизан крымским, что они недостаточно были, не было надежных материальных баз? Ну, я вот вам вначале сказал, что как раз-таки время, в принципе, у них было. Если мы берем там начало, когда эти истребительные отряды стали формироваться, это июль 1941-го года, а немцы оккупировали Крым в ноябре, то есть за это время, в принципе, даже уже можно было костяк отрядов сформировать. Просто понимаете, в чем, что произошло, да? Не ожидали, что немцы так долго в Крыму продержат, и что Красная Армия не сможет его освободить. Думали, что там, ну, три месяца, ну, полгода, а это все затянулось на два с половиной года. Потом, еще раз повторюсь, да, там проблемы были определенные с кадровым составом партизан. Ну, и в-третьих, да, это и действия немцев, там, предателей и так далее. А вообще, насколько... Знаете, да, 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 говорите. Насколько вообще удобны были, если можно так выразиться, крымские леса для вот партизанского движения? Ну, малоудобно, я бы сказал. Нет, ну, как, они там, смотря до какого количества людей, для, если вот брать отряды, которые вот в 43-м году действовали, то да, вот они как бы уже, так сказать, к лесам, они подогнались, да, к лесам, да, леса к ним, они уже их знали вдоль и поперек, да, вот когда в 41-м году люди вышли в леса, то такое количество, видно, ну, не могло там уже ни прокормиться, ни, так сказать, не разместиться, да, и была еще какая ошибка вот со стороны партизанского движения, вот руководства партизанским движением относительно вот всей этой местной дислокации и так далее. Думали, что немцы не будут контролировать прелестные деревни. Ну, да, деревни, которые вдоль леса, там, вдоль гор находятся. В принципе, почему эта вообще ошибка появилась? Так было в гражданскую войну. Ведь Макроусов, да, вот известная фигура, который командовал вначале партизанским движением, да, он же еще командовал партизанами в гражданскую против Врангеля. У него была так называемая зеленая армия, его как бы назначили партизанами руководить в Великую Отечественную войну. Ну, тогда ситуация была немного другая. Тогда, ну, тогда белые сидели, условно, в городах, контролировали дороги между городами, да, в лесах, там, в сельской местности в основном партизанах хозяйничали вот эти Макроусова. Думали, что будет примерно так же и в этот раз. Это была ошибка очень серьезная. Да, потому что немцы сразу же взялись за это дело очень вот с педантичностью своей немецкой. И, во-первых, да, попытались отрезать партизан, да, вообще от населенных пунктов. Во-вторых, в этих населенных пунктах стали создавать отряды, там, самообороны так называемые, полицейские формирования, там, делать, да, то есть устраивать полную блокаду, да, вот этого района партизанского. Ну, и периодически устраивают эти прочесы, про которые я вам говорил, когда вот просто идут частым гребнем немцы, румыны, там, полицейские, да, и просто вот уничтожают всех, кто им попадает. Да, ну, этого до конца делать не удавалось ни разу, но, тем не менее, ущерб это наносило. И партизанское движение, фактически, всю вторую половину 42-го и первую половину 43-го было занято тем, что выживало просто. Ну, потом, когда немцев, там, под Сталинградом разгромили, когда Кавказ освободились, когда Красная Армия опять к Крыму приблизилась, там, с той стороны, да, Кавказа, в принципе, стало, конечно, легче. Ну, и после этого партизанское движение начало разворачиваться опять и так далее. Олег Валентинович, такой вопрос у меня еще. Вот люди, которые интересуются этой темой, изучают и утверждают, что до сих пор много материалов о деятельности крымских партизан не предано огласке. Действительно ли это так? Ну, да. А почему это происходит? Ну, понимаете, особенно это, я вам скажу, ну, не все, наверное, можно рассекречивать. Я даже, честно говоря, не представляю, что там может храниться. Ну, какие-то личные данные, во-первых, да. Во-вторых, что-то связанное с деятельностью спецслужб, например. К этому вообще очень осторожно всегда подходят, потому что методы, там, работы, разведки, да, и контрразведки, они актуальны и сейчас, и поэтому их это все всем подряд показывать не надо. А потом, наверное, это как-то связано вот с проблемами, вот, прежде всего, коллаборационизма, да, в годы оккупации. Ведь коллаборационисты не только в Крыму, я подчеркну, вот в той же Белоруссии, например, на Украине, они вреда больше партизанам иногда наносили, чем немцам. А поскольку в Крыму это еще накладывалось на национальный вопрос, да, то есть это тоже не спешат обнародовать. Вот, да, и, ну, масса, наверное, каких-то других причин еще есть. То есть это мне трудно сказать, я как бы, ну, не занимался никогда рассекречиванием документов. Все-таки тут нормативная база к этому существует, наверное. Все мне трудно об этом говорить. Ну, а можно ли говорить, что это... Ну, вот я вот... Да-да, говорите, говорите. Можно ли говорить о том, что эта тема до конца изучена? Все ли известны, там, например, партизанские тропы какие-то на сегодняшний день или все-таки остались белые пятна? Нет, нет, в этом смысле это все изучено. Вот, понимаете, мы можем, вот если вы говорите, там, какие-то документы рассекречивать, что-то, я думаю, такое, что кардинально перевернет наше знание о партизанском движении, я не думаю, что такое есть. Может, какие-то нюансы там можно будет уточнить, какие-то там фамилии отдельные узнать, да, героев, предателей и так далее. Но в целом история партизанского движения в Крыму изучена неплохо. Причем вы же не забывайте, что помимо наших архивов есть и другие еще архивы. Те же немецкие, например, архивы. В них очень много про историю партизанского движения. Вот я довольно много работал в своей жизни в немецких архивах. Я видел там столько документов про партизан, что, как бы, достаточно написать только на одних немецких архивах историю партизанского движения. Да, поэтому в этом смысле я не думаю, что что-то кардинально может это поменять. Потому что основная хронология, основные персонажи, основные события, действия и так далее, все это известно, в принципе. Потому что история партизанского движения в СССР, это, как вам сказать, это была одна из топовых тем, да. Понятно, что ее изучали в СССР не так, как сейчас изучают. Обходили стороной, так сказать, непарадные какие-то вещи, например, связанные с голодом в партизанских отрядах, с какими-то нарушениями дисциплины, об этом не писали. Но в целом ее изучали неплохо и тогда еще. Да, и я не думаю, что можно сказать, что там что-то нам неизвестно. Ну да, наверное, что-то неизвестно, потому что так не бывает, что все бывает известно. Но в целом я скажу, что о крымских партизанах, например, нам известно достаточно много на данный момент. Спасибо большое, Олег Валентинович. Напомню, на связи со студией был доктор исторических наук, профессор кафедры истории России исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета. Олег Кроманько. Мы говорили об истории партизанского движения в Крыму. Спасибо большое. Благодарю вас за эфир. До свидания. Спасибо, да. До свидания. de experto авиации. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин